Всем привет, друзья! Меня зовут Италий Андреевец. Вы на моем YouTube-канале. Друзья, у нас сегодня, точнее завтра, у нас будет обзорчик на знаменитый суперкрутой барбершоп, который называется Кольт в городе Гомере по проспекту Победы. Сейчас, ребят, мы перейдем на сайте и посмотрим их соцсети, что там к чему. Может, какие-то акции, может, я завтра попаду на какую-то акцию, скидку суперскую. Вот, и мне сделают прям все хорошо и круто. Вот, друзья, их сайт, соответственно. Вот здесь Кольт намного больше, чем просто мужская парикмахерская. Вот проспект Победы номер 8. Это номер дома с 10 до 21.00. Так, Кольт Барбершоп Гомере с твоим характером. Мы намного больше, чем просто мужская парикмахерская. Это даже больше, чем мужской клуб. По интересам это именно то место, где ты найдешь себя и свой стиль. Поверь нам на слово. Мужские стрижки и опасное обретье. Это именно наш профиль. И мы уверены, что мы стрижем и бреем лучше всех. Ну, это такое относительно крутое заявление. Вот, написано здесь, короче, обещать, что мы сделаем из тебя карригранта мы не будем. Но ты можешь быть уверен в трех вещах. Вот, полный комфорт. Вам обязательно предложат чашку кофе или чая. Или бокал отличного бурбона. То есть, можно бухнуть. Вот, европейский уровень. Мы стрижем и бреем вас на лучшем уровне по всем европейским традициям. И приятного атмосферы. А вы не успеете заметить, как захотите снова вернуться в наш барбершоп. Отлично. Вот, ценники, друзья. Ценники тут, в принципе, такие немножко выше среднего. Ну, плюс-минус там одинаково на пару рублей. Вот, бесплатно Wi-Fi, чай, кофе. Ильич, покрепче. PS1004. Надо же пятую стоять, ребята. Бесплатная парковка. Мы находим в самом центре города. Вот, мы обязательно туда придем. Вот, ребята, их сотрудники, соответственно. Ну, не так много. Вот, ну, тем не менее. Так, подарочные карты здесь можно заказать, короче. В принципе, тут все понятно. Новости у них какие-то есть. Как ухаживать тут? Ну, да. Новости не обновляются особо. Ну, давайте ВКонтакте посмотрим, что у них здесь. ВКонтакте у нас так. Так. Добро пожаловать в Oldboy Barbershop. Почему я именно его выруб? Потому что это именно, как бы, я не понимаю, франшиза или что. То есть, это такой типа Oldboy. Ну, то есть, уровень должен быть хороший. Но, это не точно. Так. Ну, посты, в принципе, делаются. Не часто, но, тем не менее. Ну, Instagram тут 2700. Ну, в принципе, по лайкам так слабовасто, конечно. Ну, тем не менее, в принципе, активность какая-то производится. Короче, ребята, записывайте обязательно туда. Вот. И мы, соответственно, уже встретимся, собственно, на месте всех этих чудных событий. Будем записывать видос, разговаривать, общаться. Ну, и результат вы, естественно, увидите. Потому что вот сейчас я такой, вот. И тут так перевращаюсь в кого-нибудь. Вот. Поэтому, друзья, не переключайтесь. Перед просмотром обязательно поставьте лайк. Напишите комментарий. Нет, комментарий напишите в конце. После просмотра. Плохой, хороший, неважно. Сделайте обязательно репост это видео. И мы начинаем. Так, ребят, не получилось у меня, короче, записаться онлайн. Почему-то. Сейчас позвони, уточнимся. Рыбершепполь, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Такой вопросик. Хотел бы вот записаться на сегодня, побрить наголо полностью голову и сделать бороду себе. У нас сегодня все занято. Все занято. Так, я понял. Хорошо, спасибо. До свидания. Божалуйста, всего хорошего. До свидания. Короче, сегодня все занято. Ну, в следующий раз будем пробовать звонить. Именно конкретно уже. Или не звонить даже. Будем записываться онлайн. Вот. Ну, действительно занято, потому что все здесь расписано. Ну, работают люди, видите. Ну, что ж, друзья. Я нахожусь, в принципе, уже возле барбершопа Кольт. Вот. Первый раз у меня не получилось заказать услугу, но второй раз мне удалось. А вот надеюсь, все будет классно, все будет отлично и, как всегда, на уровне. Вот. Пойдем посмотрим. Так, ребят, здесь, короче, вот этот барберчик находится. Зайдем, глянем. Здравствуйте. Я вас услугу заказывал. На стрижку и бороду? Нет. Смотрите, а есть разница вообще? Я на лысо хочу пострижься, да? Угу. По стоимости. По стоимости. Просто у вас не написано все. Я хочу на лысо вот с этим, с такой штучкой. С острого везья? Нет, нет, нет. Вот такая, типа такая, как-то. Сыринная машинка. Называется правильно. Ну, короче, на лысо мне нужно постричься, ну, без лезвия. Из лезвия недолго вообще. Хорошо. Да, 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 вот называть. Все, хорошо. Скажите, на туалет можно спросить? Да, конечно. Еще, ребят, вот такой туалетик здесь. Ага, угу. Тоже, зацепь включена. А, уже стала садиться, да? Да. Понял. Глобно нанес? Да. Да. Скажите, каким инструментом будете работать? Мне нужно посмотреть. Можно? Да. Можете машинку открыть мне и показать? Открыть шейню. Ну, вот, шейер открыть, показать, что там нет волос. Вы же обрабатываете, я так понимаю, да? Да. Просто было у нас нюансы по барберам, они, короче, тупо этого не делают. Сейчас, секунду, у меня другой должен быть. Секундочку. Сейчас, я понял. Ага, я понял. Нет, спасибо. Я уже застыглась. Вот так, ребятушки. Так что все. Это у вас франшиза, да, Кольт? Это чисто, я понимаю, что Алтбой вроде было раньше? Ну, раньше, как и у нас. Короче, ребят, всегда проверяйте эти штуки. Машинку покажите, вот. Сто процентов. Ну, тут, конечно, такое, ладно, я понял. Хорошо, хорошо, все, можно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. По поводу укладочных. Ну, советую, там, вообще, принести укладочную, не будущее. И немного, если вы хотите, всегда отлично, красиво, да, то есть снимаете вроде видеоблоги, да, там, обзоры. Для сих пор, в принципе, добыть, нужно укладку, да, в принципе, да. Добавляю, сначала берем шампунь, моем. И у нас есть воски, бальзам для дороги. Потому что, ну, когда воски будут растать, ему все равно крему возвращать, да? Ну, да, понятно. Может, у кого-нибудь, все правильно? Я вам сейчас покажу средства. Ну, в принципе, не знаю. Если вы, как бы, вещаете что-то для подписчиков, нужно будет красиво, правильно? Нет? Ну, у всех красота же по-разному. Ну, внешне, как бы, да? Ну, внешне, да. Ну, как бы у нас смотришь, когда человек, который, ну, что-то говорит, да, какие-то вещи о других заведениях, да? То он бы, ну, выглядел нормально, достойно, нет? Ну, вот. Ну, что, бальзам есть? Платит на месяца 3-4. Даже больше, потому что его нужно буквально чуть-чуть, да, берем. А в основе чего? А, фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу, не скажу точно, не скажу. Состав, сзади там все написано. Только поступило, только, вот только-только новое. Знаю, что хорошее действие. Берем чуть-чуть на палец, много не надо. Потому что, если сейчас возьмем сильно много, то можно берем почитать, будет бара жира, будет эффект не очень, да? Ну, может, я помню, вот, правда, обладаю. И потихонечку, я просто уже немного лакомолажу. И потом всего с утра расторчали. То есть, не в глазах, я с утра расторчаю. Не-не-не, не очень. Просто утром сделали, и на весь день пасит. А по стоимости? А? По стоимости? По стоимости он будет, мы продали, он стоит 35 рублей. 35 рублей. Но похода не было, что было. Так, я думаю, сейчас прийти по мадьболу. Уфа, ну, да? А ну, потому как бы надо все было. Исправни. Нет, нет, нет. Я же не разбираюсь. Оставайте, пожалуйста. Но он видней. Я же не барбер. Как мне написали, что я не барбер. Ну так, ребят, если вам нравится, ставьте лайки. Если не нравится, ставьте дизлайки. Посмотрим, сколько мы соберем. Смотрите, ребят, покажу вам сразу заведение. Смотрите, ребят, покажу вам сразу заведение. Так, ребят, покажу вам. Короче. Смотрите, давайте посмотрим. Такое укладку будем делать? Какое укладку? Классник. В смысле, закладку. Это стрёма? Да ладно. Это юмор. Я понял. Я понял, ребята. Я понимаю, что для прайса нужно накрутиться. Обычной общей нет. Юмор, шутки. Давайте закройте просто глаза. Сейчас будет щеплеть. Сейчас поднимите, пожалуйста. Все, опускайте, пожалуйста. Без зараживания, да, получается? Ну, естественно, что они на воздействии. Там же там. Вы, в принципе, готовы. Я понял. Хорошо. Есть какие-то вопросы, ответы? Вопросы есть. Расскажите, пожалуйста, какой алгоритм у вас обработки инструментов? Обработки инструментов? Ну, смотрите. Ну, сначала, после каждого центра мы... У меня есть ухтер-цикл выпуска. Если, допустим, сильно расчески, допустим, грязные, мы их опускаем в полидез. Вот. Он меняется каждый день. Я понял. Окей, так, так, так. Еще вопросик. Как вы формируете стоимость за мои услуги? То есть, я... Это не ко мне вопросы. То есть, вы говорите... Нет, это не ко мне вообще, в принципе. Я понял. То есть, хорошо, назовите, какие процедуры вы мне выполняли. Сейчас? Да. Вот сейчас, что мы делаем. То есть, ну, по очереди. Сначала могу понять. Сначала могу понять. Ну, конечно. Когда стрижка головы. Так. И... Ну, и стрижка воды. Все. То есть, там промежуточные эти вопросы. Это ваши секретные, как бы, ингредиенты, да? Какие именно? Ну, типа, что вы мазали, что наносили там и так далее, и так далее. Это тоже. Ну, то есть, ну, к примеру, вы использовали там какую-то мазь, да? Ну, то есть, к примеру, что это за мазь была, и так далее. Блин, это как бы назвать сигму, понимаете? Это все нюансы. Это не реклама. Я понял. Хорошо. Еще вопрос последний вам. Это вы должны бритву открывать при клиенте, либо нет? Ну, не обязательно. Не обязательно. Но просто меня смотрят люди, которые знают. Если вы хотите, то я могу открыть про вас, понимаете? Нет, я понял. Вы не спросили. Просто я спрашиваю, вы должны открывать? Вы могли это спросить сами? Нет, я не должен спрашивать. Вы должны или нет, или не должны? Вы могли это тоже спросить, мне Uta. Ну, как-то так. Все. Спасибо тоже. Все. Не за что. Всего хорошего дня. Не болейте, не кастуйте. До свидания. Так, сейчас узнаем, что по стоимости и полетим домой. Так, сейчас я сниму, кстати, ваша прайса. Ваши прайса, кстати, нет на сайте. Я вам скажу так, чтобы люди знали хоть что, о чем. Потому что у вас заказываешь услуги, к примеру, и они получаются как бы... Ну, то есть, немножко непонятно, то есть, что ты говоришь. То есть, стрижка, а какая стрижка? Ну, вот я наговор хочу пострижить, да? Там этого нету. Угу. Так что? Так это у всех так. К примере, где я был? У них нету такого разного. Деньги, ребят, отданы. Пожалуйста. Чек есть у нас. Посмотрим чек, кстати. Кто там не верит, все, ребят, все четко. Все по фэншую. Кстати, у вас там не переключенный стульчак. Угу. Сделаем. Вы же сами знаете, на самом деле. Тоже этого бренда, что использовал мастер-базин для укладки бороды. Я понял. Ну, вы вывозите, получается, да? Да, да, позволю, конечно. Сейчас покажу, может быть, кому-то будет интересно. Да, конечно. Почему нет? Ну, смотрите, ребят, когда что-то по стоимости стопьте там, смотрите. А что для чего? Просто не ради интереса. Я не шарю вообще. Ну, вот эти бутылочки, это что такое? Ну, это вообще шампунь. А, это шампунь. Да, да, да. Для бороды? Нет. Для волос. Да. А здесь идет у нас уже итальянский бренд. Это идет у нас для бороды, для лица, после лица. Это спрей для волос. Это пудра для волос. Это миксидин для увеличения роста волос. Это шевер для работы. А миксидин – это таблетки какие-то, да? Нет. Это идет как… Они гормональные? Не-не-не-не. Именно он идет по составу, ну, как сыворотка. Ага. Спидетки капает. Как бы на бороду у кого, как бы… И можно на любые, или не только на бороду? Можно на любые волосы? Ну, вообще, по рекомендации, в принципе, пользователи бороды, но… Это срез подходит даже для головы. Я понял. Вот. В принципе, это тоже здесь еще для волос. Это шампуни, укладочные. Здесь паста тоже идет укладочная. Ага. Я понял. Отлично. Ну что же, ребята, вот так нам объяснили, все рассказали. Так что пойдем мы домой. Вот. И в конце видоса будет обязательно заключение доктора. Все. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. Вот так, ребят, поснимали, короче. Друзья, побывал я в Барбере. Как видите, сейчас мой результат налицо. Скажем так, что бы я хотел сказать вообще о этом Барбере приятного. Приятное первое то, что, соответственно, он находится в центре города. Вот. Администратор, которая сидела, в принципе, тоже приятно. То есть встретила, не спрашивала, почему вы тут снимаете и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ну, по большому счету с этим вопросом не возникло. И сам Барбер Вадим, который меня стриг, в принципе, он был аккуратный. Ну, скажем так, каких-то моментов я с его стороны не заметил. Вот. Пытался шутить, конечно. Вот. Неудачно. Возможно, мне с юмером не очень хорошо. Я не понимал шуток. Ну, ради бога. Так бывает. Вот. На этом все, в принципе, прелести этого Барбершопа заканчиваются. Вот. Сейчас начнем по порядку о недостатках данного заведения. Первое. Когда администратор встречает, она должна быть в маске, ребят, по закону. Вот. Поэтому одевайте маски. Ну, в конце надела как бы так на нос, типа, но изначально она должна была быть в маске. Вот. Соответственно, она не была. Хотя я, честно, мне все равно, на самом деле. То есть, ну, когда Барбера на тобой висит, то понятно, что не хочется там о попадании всяких микробов и так далее. Вот. Но администратор, ну, по моему мнению, это такое. Но кто-то к этому придирается. Просто я говорю свое замечание, которое я заметил. Вот. Дальше идем. Кофе было как бы предложено, которое на сайте написано. И что-то покрепче не предлагалось. Вот. Кофе предложили, когда уже садился в кресло. То есть, соответственно, но когда его пить и сего там будут стричь и волосы будут лететь там и так далее. Ну, то есть, возможно, возможно, так всем предлагают. Не знаю. Но сам факт предложения был, поэтому не могу ничего сказать. Я отказался. Покрепче не предложили, кстати. И поиграть в PlayStation тоже не предложили. А дальше переходим в туалет. Вы видели, на самом деле, что за туалет. То есть, я вам скажу так, что я пришел... Барбершоп открывается в десять утра. Я прошел в десяти тридцати. Вот. А туалет, по большому счету, мне так показалось, не убирал все вообще. То есть, после... Обычно после смены остается человек, который убирает все, делает все по красоте. Убирает мусор. Там же мусор оставался. Крышка не прикручена. То есть, ты ее поднимаешь, она прям практически отлетает. Ну, то есть, вы понимаете, что для этого уровня, как бы это вообще дно, мне кажется. То есть, туалет должен быть, ребят, почище и поремонтирован. Вот, по крайней мере. Потому что кто-то садится на этот стульчак, я не знаю. Вот. Который грязный. И... Ну, блин, он отвалится просто. Там было много бумажек всего такого. То есть, кто-то скажет, типа, блин, да это ж, типа, поляк. Пофигу. Ну, на самом деле-то не пофигу, ребят. Ты приходишь за идеи, ты платишь немайки деньги и хочешь получить определенный сервис. Поэтому, как-то так. Вот. Дальше переходим мы, собственно, как вы видели, к барберу. Вот. Который, в принципе, должен обрабатывать инструменты. Я так понимаю, что, возможно, они обрабатываются, возможно, нет. Не знаю. То есть, машинка увидели, что она, в принципе... Но я видел более подробно, она была грязная. То есть, внутри. Вот. Как чистить машинки, ребят, подскажите, пожалуйста. Напишите в комментариях. Возможно, люди не знают, и вы им подскажете. Как вы видели, в принципе, швейлер, который был реально грязный. То есть, не было... Ну, блин, ребят, я не понимаю, честно говоря, как не убрать волосы, не обработать. То есть, в принципе, они не обрабатывались. Это все просто промылось под водой, и все. То есть, никаким раствором не обрабатывалось. Я молчал, как бы, ребят, своим здоровьем, скажем так, рискую для контента. Я бы, конечно, не хотел рекомендовать людям попадать такие ситуации. Потому что многие не проверяют, на самом деле. То есть, меня вот научил личный опыт смотреть инструменты. Потому что в прошлом Барбере, который я оставлю, естественно, в конце видоса, вы посмотрите, там, по большому счету, происходило то же самое. То есть, люди забивают, и, возможно, из экономии времени, возможно, еще из-за чего-то. Но ничего не чистится, ничего не делается. То есть, непонятно. Опять же-таки, вот когда идет бритье, вот там все побрили и так далее. Вот, мне бы хотелось, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, должен ли, должен ли Барбер открывать при вас, конкретно при вас, лезвие новое, которое ставится, вот этот прибамбас, как я не знаю, как называется, вот опасную эту бритву. Потому что, видите, человек не знает сам, он говорит, типа, что можно не показывать. Но мне кажется, это, знаете, как бутылка шампанского открыта в ресторане. То есть, она должна открываться при вас, потому что могут налить все, что угодно. Также можно поставить любое лезвие и вообще его, в принципе, не менять. Вот, экономить на лезвиях и, соответственно, вы получаете заражение кровью и так далее. В общем, в общем, бородой, в принципе, я доволен на троечку примерно. То есть, как сделал человек. То есть, как относительно учитывал мои комментарии. Но потом, когда я посмотрел, немножко где-то неровности были. Но я об этом не говорил. Как бы я считаю, что если человек профессионал, то он должен это все видеть сам конкретно. Вот. И делать свою работу просто. Че, кстати, ребят, выдали. Так что тут вопросов нет. Все по фэншую. Вот. 30 рублей не обошелся белорусских этот поход. Поэтому будем подытоживать. Ребят, данное заведение я лично, наверное, не буду рекомендовать. И больше посещать я его, естественно, не буду. Потому что, ну, это такое, ну, можно сказать, дно практически. Я, честно говоря, думал, что бывший олдбой там, да, там у них, как бы, даже еще, кстати, бейджики остались. Я не знаю, не заснял это все дело. Думал, что у них уровень будет хорошим. Вот. То есть, вот, когда я пришел, когда я звонил туда, в принципе, и писал. Администратор нормально отработала, но без маски, естественно. Вот. Но так вот вопросов не встретила. Все, все классно. Поэтому, ну, как бы, блин, дальше это все. Все вот эти косяки, они накинулись, по большому счету, 1, 2, 3, 4, 5. И, соответственно, мнение, как бы, такое остается двоякое. Поэтому даже барбер предлагает, кстати, забыл сказать. Барбер предлагает какие-то мази. Вот. У него спрашиваешь состава, он не знает состав. То есть, как бы, если ты предлагаешь что-то, возможно, мне аллергия на него. Я себя купил, к примеру, у меня возникла аллергия. И дальше что делать? То есть, а мази это не эти не дешевые. То есть, там, 35 рублей, там, как говорили, и разные, и 40 рублей есть. Это, как бы, деньги. Вот. Поэтому, если ты что-то предлагаешь, ребят, изучите, пожалуйста, состав. Вообще он состоит хотя бы примерно. Да, то есть, минимум, то есть, основные компоненты какие-то. Вот. Ну и зачем предлагать, если вы не знаете вообще, как оно действует? То есть, типа, ну, окей, там, вот будет ровнее, и все, и так далее. А каким способом можно гормональный какой-то формат, там, и еще что-нибудь? То есть, это обязательно нужно знать, потому что у всех разное тело, у всех разные, там, так, аллергические реакции. Поэтому у человека даже до смерти может умереть, скажем так, от этой какой-то мази, от которой мы посоветовали. Потом люди скажут, да мы не советовали ничего, и так далее. Вот. Поэтому, всякий случай бывает. Поэтому, ребят, вот такой вот у меня обзорчик получился. Надеюсь, вам понравился видос. Поставьте лайк и дизлайк. Посмотрите результат, который у меня был до и после. Вот. Напишите, нравится вам, не нравится, как бы, может быть, какие-то моменты я упустил. Поэтому посмотрите видео, подмечайте, пишите обязательно комментарии. Возможно, я был не прав, возможно, все там действительно классно. Вот. Ну, я как бы лично не пойду, а кому-то рекомендовать тоже не буду. Вот. Но если есть там фанаты именно этого барбершопа, ребят, пожалуйста, ходите. Ради Бога вам нравится, пожалуйста, вперед. Вот. Все, будем заканчивать. Все, кто смотрел, спасибо вам большое. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и дизлайки, пишите комментарии и ждите новые видео. Также, друзья, напоминаю, что я провожу стримы. Практически каждый день. Вот. Буду рад вас там видеть. Вот. Хейтеров, не хейтеров. Всегда будет приятно пообщаться с приятными и неприятными людьми. Также, ребята, если у вас есть на примете интересное заведение, которое хотелось бы вам, чтобы я туда зашел. Вот. Обязательно пишите мне в личку. Вот. Можете в комментарии писать. Разницы нет. Ну, в личку, кто не хочет, чтобы светился, так сказать. Вот. Пишите. Я обязательно буду посещать. Буду выкладывать видосики. Всем доброго дня, доброго вечера и если вы кушали, приятного аппетита. До новых встреч. У вдохновения. До новых встреч. Уваживайтесь. Уваживайтесь. Увидимся. Уваживайтесь. Продолжение следует...